Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. Давайте сегодня поговорим все-таки немножко о мотоциклах. Давненько мы, кстати, о них не разговаривали. А сейчас наступили зимние вечера. Можно поболтать вот немножечко в таком вот жанре, в болтливом, без мотоциклов, но про мотоциклы. Я просто сейчас сидел и вспоминал одну ситуацию, которая была со мной совсем недавно, может быть, месяц назад. И я просто хотел с вами поделиться. И чтобы вы, возможно, учитывали мой опыт на дороге и не повторили ту же самую ошибку, скажем так. Цель данного видоса. Много времени я у вас постараюсь не отнять. Итак, поехали. Еду я как-то, значит, по городу, по дороге. Уже было, так скажем, значительно темно. Да, темно уже было. И, скажем так, в среднем ряду едет поток машин. Правый ряд свободен. Ну, видимо, много людей хочет повернуть налево, поэтому все едут влево. Ну и передо мной машина тоже останавливается. И получается как бы такая, типа пробки, что ли. Я еду сзади. Ну, у меня возникает, естественно, мысль, ну что я буду тут стоять? Мне поворачивать никуда не надо. Я могу и справа объехать. Я начинаю поворачивать, ну, перестраиваться в крайне правый ряд. В этот момент резко, прям резко, очень быстро впереди идущая машина решила сделать то же самое. Слава богу, что он, знаете, он очень сильно резко метнул рулем, но очень резко остановился. То есть, все-таки в последний момент меня увидел. Я успел его объехать, скажем так, и все нормально. Но, что я хочу этим сказать, что впереди нужно наблюдать за впереди едущим. И он может просто сделать, точно так же поступить, как вы. Дело в том, что когда он решил совершить этот маневр, меня еще в заднем зеркале не было. То есть, меня там еще не было. Поэтому он начал маневр. Но его ошибка была, что он его очень быстро начал делать. Все равно плавнее надо было делать. Ну, это опять же моя точка зрения. И хорошо, что он меня увидел. Благо у нас скорости, ну, скоростной режим по городу больше 50 нельзя. И это очень сильно выручает. Часто возникают подобные ситуации, когда кто-то начинает перестраиваться. И благодаря относительно низкой скорости ты успеваешь это заметить и среагировать. Или ускориться, или оттормозиться как-то. Ну, успеваешь отреагировать. Я не представляю, если бы вы ехали бы здесь все 60 плюс 20, скажем, 80 по городу. Это был бы пиздец, если так говорить, выражаться русским языком. Поэтому всегда, ребята, имейте в виду, что впереди едущий может думать в какой-то конкретной ситуации точно так же, как вы. Ему точно так же не хотело стоять в хвосте. И он просто перестроился. Кстати, тут тоже была ситуация. Но это уже немножко другая. Просто хочу рассказать, раз уж начал вещать в таком режиме. Сейчас вам расскажу. Городской автобан. Три полосы. Обычно, когда вот час пик, крайний правый он всегда едет медленно. Потому что в основном там идут съезды с автобана. И там люди перестраиваются. И там он такой самый плотный, самый медленный. Чем дальше влево ряд, тем быстрее ты едешь, получается. В крайнем левом ты потому что никому не мешаешь и все. Я еду, значит, в среднем ряду. А, нет, это было я сначала ехал в левом крайнем. И было движение такое, знаете, stop and go. То тормозим, то едем, то тормозим, то едем. Дурдом какой-то. Я потом перестроился в этот средний ряд. И опять такая же фигня. Тормозим, останавливаемся. Тормозим, ой, пардон, едем и останавливаемся. Я такой думаю, блядь, что за фигня. Смотрю, в общем, в правый, крайний правый. Он пустой. Вообще пустой. Там ни одной машины нет. Все сжались в этот средний и в крайний левый. И едут тупят. Тупо-тупят, блядь. Я перестраиваюсь с крайний правый. 80. Ну, у нас по автобану в городе можно 80 максималка. Топлю мимо всех. Никаких пробок. Никаких аварий. Ничего не было. Просто народ тупо втыкал, блядь. Есть люди, которые, они спят на дороге. Нет, это было действительно прикольно. Представляете? Прямая дорога, три полосы. Крайний левый, средний, забитый полностью. Стоят, блядь. Правый ряд, сука, свободен до горизонта. Поэтому надо всегда смотреть, отчего там справа. Потому что все, сука, думают в этот момент одинаково. И думают, а, сейчас я зажмусь туда в левый, там есть возможность, чтобы разогнаться. А по сути, блядь, справа никого не было. Я в шоке был. Ладно, ребят, на этой вот позитивной, замечательной ноте я буду заканчивать это видео. Ну, а с вас лайк, подписка, комментарий. Ну, там по возможности, ребят. Все, всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok